Здравствуйте! Это владелец канала Арсений Селезнев-Зверобой. На мой канал было совершено нападение со стороны работников Google, которые поддерживают неадекватное поведение каких-то там непонятных зрителей. Я считаю, что компания Google является гиростратом. Точно таким же человеком или некоторыми личностями, которые сожгли Александрийскую библиотеку. Мой канал Арсений Селезнев-Зверобой, первый из них, так же как и второй, это рассчитан на образование. Вот что написали люди, мои зрители. Я поднесу поближе, чтобы было видно. Карапуз-террорист. Гонял двоих петухов. Не было там ни крови, ни даже боя. Получается, если вдруг на видео курица клюнет другую, а они вечно клюются, то такие моменты нужно вырезать, ибо приравнивается к сценам насилия и нарушает правила натуралистического контента. Это написали мои подписчики, которые перешли на второй канал. Вчера я записал видео, которое было по поводу двух страйков, просто объяснение, что случилось. И я еще не знал, что мне, оказывается, сделали третий страйк без права. Я вторую апелляцию не мог подать по неизвестным причинам. И первую апелляцию отклонили. Непонятно почему. То есть, вот я все время снимаю кур. У меня около тысячи видео про кур и цыплят. Там постоянно происходит решение какого-то статуса. То есть, кто-то кого-то клюет, кто-то за кем-то бегает, кто-то за... Ну, в общем, происходят какие-то действия. Птица, она имеет свою волю, свой характер и свою иерархию строгую. Ее я назвал, иерархию эту я назвал статусом. Чем выше статус, тем сильнее клюет курица других кур. Петухи точно так же разбираются между собой. У них тоже есть статус, у них тоже есть какие-то движения. Сейчас я вам покажу видео. Называется «Бойцовский клуб для животных». Серия номер 2. Компания «Вилд». Not Geo Wild. Дикий запад Америки. Здесь хищники и добыча сталкиваются в зрелищных битвах за выживание. Буду останавливать, чтобы меня не заподозрили в краже чужого контента. Значит, я просто для демонстрации показываю контент. Животные дерутся. Вы слышали? Животные дерутся. На этих видео это серия номер 2. Есть три серии. Значит, тут животные все дерутся. Почему-то это видео можно смотреть. Вот оно, 1842213 просмотров на русском. А есть еще и английское. Там, скорее всего, больше просмотров. Я так думаю. Почему попал мой канал, когда дерутся петухи, непонятно. Сейчас давайте... Зубами и когтями с себе подобными. Дерутся зубами и когтями с себе подобными. Есть видео, где дерутся индюки. То есть, это можно смотреть. А мой канал это нельзя. Дерутся за пищу, территорию и продолжение рода. Мои петухи дерутся за продолжение рода и территорию. Пищи у них у всех хватает. Это у меня в достатке. В природе не существует правил. То есть, вы не посчитали это за натуралистический контент. А мои видео посчитали за натуралистический контент. Я думаю, что дальше вы продолжите сами просмотр этого видео. И хочу добавить еще, что на Востоке, на Среднем Востоке, мои друзья, мои подписчики смотрят видео с боями петухов. Им это нравится особенно, так как это называется словом «харам». Это религиозный, я точно не могу как это сформулировать. В общем, религиозная тема. То есть, получается, что компания Google в лице YouTube и работников YouTube дополнительно еще нехорошо отнеслись к чувствам верующих. Вы понимаете, к чему я клоню? То есть, мало того, что образование, я рассказываю за поведение каждой курицы, каждого петуха в отдельных условиях. Общее содержание, личное содержание. Если кто заболел, как я за ним ухаживаю, как я вывожу цыплят. То есть, это полностью все связано с курами и с жизнью в селе, вот где я сейчас и нахожусь, так как она есть. Что у меня получается, что у меня не получается, как нельзя делать. Я вот попробовал делать, я говорю, вот так вот, вот таким образом делать нельзя. Ни в коем случае, вы можете, конечно, попробовать, но, скорее всего, что у вас тоже ничего не получится. И что у меня получается? Также у меня есть изобретение, которое я свободно раздаю. Пожалуйста, вы можете начать промышленное производство. Единственное, что я прошу, добавить туда мое имя. Я не требую никаких процентов, никаких комиссионных, ничего. Просто берите и делайте. Все, что я изобретаю, все, что я нахожу, требую, требуется в хозяйстве, все это можно воспроизводить свободно. Пожалуйста. И вот, да, еще хочу добавить, что просматривая видео боев петухов, так как там все происходит довольно быстро, очень быстро, я бы так сказал, выразился поточнее, Я заметил некоторые закономерности, которые развиваю в еще незаконченная теория, почему птицы летают. Так что мои видео не только о том, как бьются петухи, живут куры и цыплята, а еще о том, что это наталкивает на мысль, как птицы научились летать и вообще откуда появились крылья. И вот представьте, именно эти видео, мои видео, их около 3000 штук. Канал начал свое существование в 2015 году, 30 апреля, а закончил вчера, 2018 году, 20 августа. Вот так вот YouTube и Google в том числе борются с образованием, с неугодными, так сказать, маленькими людьми, такими, как я. С вами был Арсений Валерьевич Селезнев. Канал, новый канал у меня появился, так как тот заблокировали полностью. Называется Арсений Селезнев Зверобой, так же, как и прежний канал называется. Помогите, поспособствуйте, кто чем может. Донесите, пожалуйста, до руководства Google, YouTube, ответственных лиц, чтобы восстановить то, что было заблокировано одним нажатием пальца. Скорее всего, эти видео и не смотрели, просто согласились с тем, что кто-то написал, а может быть, это и сам работник написал. Трудно сказать, что там произошло. Помогите, потому что маленьких людей притесняют элементарно. В общем, все. Спасибо за помощь, за просмотр этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, продвигайте это видео, разбрасывайте по всем соцсетям, каким только возможно. До свидания.